Привет, всем, кто взглянул ко мне на канал, снимаю видео о пустых баночках за сентябрь и октябрь месяц 2021 года и, как всегда, начинаю со среза для волос. У моих мужчин закончился шампунь Клиаскальп Фудс Детокс Силы Роста с минеральной глиной и розмарином. Большой объем, 400 мл, классическая консистенция для шампуня против перхоти, белая, мучнистая, с ярко выраженным ароматом глины и свежестью розмарина. В целом аромат приятный, ну и под действием тоже неплох, потому что рецидивов перхоти, к которым склонны мои мужчины, их не было. Единственное, что хочется отметить, все-таки у моего сына, вот если он с утра вымыл волосы с этим шампунем, то к вечеру они уже никакие. Конечно, можно сделать скидку на то, что у него переходный возраст и сальные железы работают, что называется, на пределе, но все-таки шампунь идет с глиной, да, и вот это мне странно. То есть, наоборот, глина должна задерживать, да, впитывать в себя излишки вот этого себума. Ну, мужа, кстати, картина совершенно другая, но у него и тип волос другой, они более тонкие, более жидкие, у сына они плотные и густые. Ну, в целом, будем считать, что зачет, да, перхоти не было и за это спасибо. У дочки подошел к концу шампунь Кря-Кря. Да, вот такой детский для девочек, идет он 3+, классический аромат с витамином F, 250 мл объем. Да, аромат классный, я прям поностальгировала с ним, но если кто-то не знает, как пахнет Кря-Кря, для меня это смесь яичного шампуня и жвачки Баблгам. Но на этом, на мой взгляд, плюсы его закончились. Он очень жидкий, бесцветный, прозрачный, у него большой расход, пенится он, скажем так, средний и после него волосы все-таки такие спутанные. У дочки они длинные и тонкие, и спутанные, и где-то на кончиках подсушенные, поэтому приходилось использовать что-либо дополнительно. Да, это маски, бальзамы и так далее. Поэтому, конечно, да, спасибо, поностальгировали, но в дальнейшем, я думаю, брать не будем. Ну, а далее мои продукты. Ну, тут, конечно, мне и дочка где-то помогала. Давайте, пожалуй, начнем с сетевой косметики. Это будет Avon Naturals. Бесконечная свежесть, 2 в 1, шампунь и ополаскиватель с имбирем и манго, 250 мл объем. Данный шампунь я брала с собой на юг, в Крым. И, да, у меня не было южных баночек пустых, потому что я там ошиблась, напутала с датами. И, по сути, нам нужно было выезжать 9-го утром. Я почему-то посчитала, что 10-го хозяйка в середине, даже уже под вечер 9-го мне сообщила, почему мы до сих пор не выехали. Ну, собственно, пришлось все быстренько покидать в машину, в том числе и мои пустые баночки. Я их бережно собрала, привезла домой и сегодня обязательно вам о них и расскажу. Итак, возвращаемся к шампуню. Он густой, оттенка такого розового, розовато-желтого, напоминающего пюре манго. Безумно приятный аромат. Он пахнет сочным, спелым мангом с примесью остринки имбиря. То есть, такой немножко специевый запах. Хорошо пенился, неплохо промывал волосы. И единственное, вот я считаю, что для средства 2 в 1, где указан шампунь и ополаскиватель, все-таки подсушивает, испутывает волосы. И, конечно же, нужно было дополнительное средство после него. Это касается и моих волос, которые обесцвеченные, да, и априори сухие все полотно, и только жирные у корней. Ну, собственно, и у дочки, у которой волосы никоим образом не повреждены, у нее был практически такой же результат. Вот, что касается чистоты волос, да, это очень частая претензия моя к этой линейке Natural Suave. Потому что обычно вот эти шампуни один день на следующий день, все, корни, они просто в безобразном состоянии. Но сами понимаете, что мы были на море, волосы мыли практически каждый день, поэтому отметить здесь я ничего не смогу. Так вот, что же я использовала в паре? Это тоже продукт из линейки Avon Naturals, бальзам, только он комплиментарный к другому шампуню. Это бальзам Уход Авокадо и Миндаль. 200 мл объем. Продукт был вот такого розоватого цвета. Достаточно жидкий, мне кажется, это не совсем удобно, такие жидкие текстуры помещать в баночки. Их извлекать просто не совсем удобно. Приятный аромат. Миндалем пахнет слегка, да, больше какой-то такой кремовый. Но работает весьма неплохо. Вот действительно, все огрехи после этого шампуня данный бальзам легко убирал. Мне кажется, зря такой, ну, весьма добротный продукт. Avon вывели уже из каталога, я не знаю, насколько давно. Но, по-моему, я брала его где-то на распродажах. Ну, в Avon это часто бывает. Далее, Фаберлик и линейка Суперфуд. Так, вот такая парочка. Шампунь представляет собой йогурт для волос, авокадо. И пудин для волос, соответственно, тоже авокадо. Ну, что сказать. В целом, я довольна. Если говорить про йогурт для волос, шампунь, если вы знакомы с кремом для мытья волос от Ифраше, то примерно это то же самое. То есть, продукт практически не пенится, но при этом, когда вы его смываете, вы чувствуете, что волосы промыты. Для меня это проблема, потому что я уже привыкла, когда мою шампунем, чтобы была шапка пены, а здесь же он практически не пенится, поэтому у меня, ну, чисто интуитивно, да, я увеличивала расход, поэтому мне вот этой баночки хватило, я не знаю, хорошо, если раза на 4. Что касается маски. У нее плотная баттерная текстура. В прошлый раз, когда я использовала маску, тоже из линейки Суперфуд, но там были ягоды Асайи, там я ее очень сильно ругала. Потому что маска, как глина, просто застревала в волосах, она не хотела распределяться. Вот здесь я такого эффекта особо не увидела. Опять же, маска с ягодами Асайи была бесполезной, она вообще ничего не делала. Здесь, ну, я не знаю, может быть, они настолько удачно вот эти два продукта создали, да, комплиментарно друг другу. Вот если и были какие-то недочеты после того, как я смывала данный шампунь, то вот эта маска практически все убирала. Вот. Поэтому в целом я осталась довольна, на удивление. Потому что ожидания изначально были занижены. Да, кстати, ничего не сказала про аромат. Он приятный, такой чуть сладковатый, кремовый. Далее. А далее пусть будет чистая линия. И это последний флакон из линейки «Заповедная Россия». Лимитка. Шампунь «Свежесть», «Энергия Камчатки», «Глина» и «Дельвейс» для волос склонных к жирности и потере объема. Ну, консистенцию, я думаю, вы видите, она такая кремовая, голубая. Кстати, по аромату, да, мне вот этот шампунь из всех трех, которые были в этой лимитированной коллекции представлены, понравился больше всего. Он, с одной стороны, такой свежий, белоцветочный, с другой стороны, здесь присутствуют глиняные нотки. Кстати, такие же, как в шампуне «Клео» у моих мужчин. Использовала либо как первый этап очищения, то есть сначала использовала шампунь «Чистая линия», а потом какую-то другую пару, да, либо же, ну, как самостоятельную единицу тоже, добавляя масочку от «Каллоса». Итак, пенится, ну, пенился, как всегда, средне, да, поэтому расход большой на моих волосах. Волосы спутывал, да, они были подсушены на кончиках, поэтому, безусловно, требовался дополнительный уход. Но так как маска «Каллоса» обладает весьма неплохими свойствами, то все вот эти огрехи, которые «Чистая линия» делала на моих волосах, она ликвидировала, поэтому я не буду к шампуню сильно придираться. Еще один весьма бюджетный шампунь – это 100 рецептов красоты. Алоэ и виноград, восстановление и блеск для всех типов волос. Белая такая кремовая текстура. Знаете, он меня удивил тем, что он очень хорошо пенился. Почему это удивляет? Потому что здесь 100% натуральная основа, и обычно у меня именно со старецептами красоты проблема. А здесь я прям прилично так вот эту бутылочку растянула в октябре месяце. И также, как и чистую линию, я использовала данный шампунь в паре с маской «Каллоса». Да, кстати, промывал достаточно мягко, и волосы сильно не спутывал. Это тоже плюс. Что касается аромата, никакого винограда здесь не чувствуется, а чувствуется только маска, о которой я уже несколько раз сказала. Это «Каллоса», в этот раз это был шоколад. Полное восстановление, 275 мл объем, неоднократно хвалила, но повторюсь. Маски средние по консистенции, это не баттер, это не жидкий бальзам, при этом хорошо обволакивают волосы, и оставляю я ее примерно на 10-15 минут. С мыла, волосы разглажены, распутаны и помогают устранять неприятные последствия даже после трудных шампуней. Для меня, например, чистая линия – это трудный шампунь, потому что, наверное, из всех, что я вам здесь показала и покажу, он сильнее всего мне спутывает и подсушивает волосы. Также маски, ну, по крайней мере, те, что я пробовала, обладают приятным ароматом. Я поругала ее в покупках, мне показалось, что помимо темного шоколада в аромате присутствует пластик. Вот удивительное дело, обычно бывает с точностью, да наоборот, в баночке, во флаконе продукт пахнет вкусно, гурмански, но при контакте с водой вылезает пластик. Здесь, наоборот, я чувствовала только темный шоколад, когда использовала маску в душе. В общем, в целом, да, маски классные, тем более, учитывая их стоимость, в среднем они стоят где-то в районе 150-160 рублей. Заказываю я их обычно на мейкап, но они еще представлены и на вайлдберрис, вот поэтому, девчонки, от души могу советовать. Бюджетный и вполне рабочий продукт. Следующая пара это Космио. Вот такой шампунь с органовым маслом и жасмином. И в пару я использовала бальзам из другой серии, по-моему, это уже профессиональная серия идет. Так, профессиональный уход, да, с органином. Так вот, что касается шампуня, он медовый такой консистенции, очень густой, тягучий, собственно, медового цвета. И аромат тоже можно сравнить с медовым, потому что он такой восточный, сладкий, насыщенный. Чувствуется, конечно же, присутствие жасмина и органового масла. Да, по поводу органового масла, мне как-то писали, что настоящее органовое масло, оно не имеет запаха. Я не знаю, я никогда не приобретала чистое органовое масло, но я знаю, что если в продукте заявлена отдушка органового масла, да, то они имеют определенную схожесть. Вот я говорю именно об отдушке таких средств. Так вот, здесь эта отдушка добротная, потому что я знаю, что бывает еще органовое масло, там, горчит, как-то неприятно. Вот здесь она очень-очень даже мне понравилась. Вот, что касается шампуня, хорошо пенился, хорошо промывал, но при этом, да, на моих волосах ощущалось, что необходимо дополнительное средство, так как волосы были где-то спутанные, где-то подсушенные. Вот, что касается бальзамчика, он жиденький по аромату, ну, что-то типа понтина, да, но несмотря на то, что он жиденький, он работал весьма неплохо и распутывал, разглаживал волосы и помогал устранить какие-то неприятные последствия после шампуня. Так, ну и заключительная пара, это Грейтенс, Великобритания у нас производитель, шампунь и кондиционер с кокосовым хремом и кератином. Объем каждой тубы 250 мл, кстати, эту парочку я тоже брала с собой на юг, но так как здесь шампунь, у него очень экономный расход, он хорошо пенится, то я сразу поняла, что вот эту пару я не успею использовать, поэтому я спокойненько завернула ее с собой домой, мне еще дома где-то раз на 4 ее хватило, это точно. Так вот, что касается шампуня, как я уже сказала, экономный расход, хорошо пенится, хорошо промывает волосы, и когда его смываешь, волосы не спутанные, не подсушенные, то есть ты уже понимаешь, что продукт обладает хорошими уходовыми свойствами. Вот, что касается бальзама, он густой, кремовый, и вот, знаете, как по волшебству, он только прикасается к волосам, и ты чувствуешь, как под рукой меняется полотно волоса, то есть волосы сразу становятся мягче, сразу какие-то разглаженные, распутанные. Вот это ощущаешь, как только бальзам прикасается к волосам, еще он там даже минуты не проходит, буквально секунды. Ну, а я держала где-то порядка 10 минут, далее смывала, все, замечательно, больше ничего не надо, я даже порой какое-то несмываемое средство не наносила. Просто укладываешь волосы, они объемные, они струящиеся, они ухоженные, они держат форму, в общем, замечательно, изумительно, только, да, одно но, это цена, мне просто повезло эту пару прикупить с 50% скидкой в магазине Мэтр Кошенкерри, там шла распродажа праздничных наборов после 8 марта, вот, поэтому я не помню, сколько мне обошелся данный набор, но точно это было в полцены, то есть, как цена за один продукт. Да, так он, по-моему, порядка 500 рублей, может, чуть поменьше. Не буду обманывать, честно, давно не смотрела, но, в общем, теперь обязательно буду смотреть, и я хочу, хочу еще. Прошу прощения. Ну, и заключительный продукт данной категории, это оттеночный бальзам от Joana Professional Color Boost Complex, большой объем, 500 мл, мне хватило, наверное, этой банки на год, я уже неоднократно вам ее показывала, но покажу еще раз, достаточно небольшой, вот такого ярко-синего-чернильного цвета, собственно, какая-то чернильность присутствует и в аромате, но, вот хочу отметить, сейчас я поставила на замену палет, и там все-таки запах какой-то неприятный, отталкивающий, а здесь, я поняла, есть чернильность, но в то же время присутствует аромат черной смородины, причем не зеленого листа, а именно вот такого черно-смородиного варенья. Что касается использования, использовала обычно после шампуня, наносила где-то минут на 10, ну, плюс-минус, в зависимости от того, какую хотела иметь интенсивность пепельного оттенка, то есть, если хотела посильнее, то, собственно, больше 10 минут, если меньше, то, соответственно, менее. Так вот, что касается действия бальзама, потому что он идет, по-моему, как бальзам, кондиционер, кондиционирующих свойств, нет, все-таки я ощущала, что кончики суховатые, да, он распутывал волосы, но я ощущала, что кончики суховатые, нужен дополнительный уход, поэтому после него я использовала, ну, либо бальзам, либо маску, как получалось. Вот, в целом же, учитывая свойства, учитывая стоимость, я помню, что это было не очень, ну, где-то в районе 300 рублей, может быть, поменьше, заказывала на сайте магазина «Подружка». В целом, оценю данный продукт весьма позитивно. Ну, а я перехожу к гену «Подушу». Так, у моих мужчин закончился, во-первых, парфюмированный гель от Avon Free. Был такой одноименный аромат, но сейчас его уже в каталоге не встретишь. Собственно, как и данный гель, он мне вообще попался где-то, по-моему, какой-то пакет сюрприз был. Да, это действительно парфюмированный гель с интересным, ярким, таким, насыщенным раскрытием. Моим мужчинам все понравилось, но, собственно, более добавить нечего. И еще один гель, это уже «Фа», «Мэн», линейка «Энергия Полинезия», «Тила вулкана», энергичный, дерзкий аромат. Он теплый, древесный, есть еще в нем что-то типа гуараны, на такого бодрящего, но вот обычные гели для души «Фа» отличаются тем, что после них такая завеса стоит в душевой, в ванной комнате. За моими мужчинами тянется такой шлейф, да, то есть яркое такое душистое раскрытие. Ну, вот этот гель мне показался каким-то тихим. Да, и поэтому, конечно же, повторять его не хочется. То есть вот насыщенности мне не хватило. Ну, а далее такие мои женские гели, и я постараюсь сейчас их распределить, скажем так, в порядке возрастания симпатий. Начнем с последнего места, и пусть это будут «Секреты Будуара» от «Литуаль Экстаз де Памме». Ну, здесь прям целая фрагрантика, потому что помимо зеленого яблока основного, которое здесь заявлено, также присутствуют корица, клюква, фиалка и кокос. Ну, при желании, конечно, да, можно это все расслышать. Ну, если не все, то некоторые нотки, тот же кокос, корицу. Но он очень тихий, вот все эти гели для душа объединяет одно. Он какой-то водный, он какой-то ненасыщенный. И чтобы вот расслышать, да, нужно прилагать усилия. А я не хочу прилагать усилия, мне нравится, когда аромат насыщенный, душистый, когда он вокруг меня стеной стоит в душевой кабине. Вот, поэтому периодически подкупаю что-либо попробовать, но обычно всегда разочаровывает. Разочаровывает вот этой своей водянистостью. Далее, а далее пусть будет Камил. Wild Rose Milk, кремовый гель с ароматом шиповника. Ну, точнее сказать, крема и шиповника. Да, действительно, это не роза. Легкий, приятный аромат, хорошая текстура, увлажняющая. Но в целом скучно. В целом скучно, и поэтому, конечно же, повторять в небо его не хотелось. Хотя уходовые свойства весьма неплохие. Следующий гель, и это парфюм Legend Bon Bon. Вообще интересная история, да. Аромат вот этих вот конфет из моего детства. Я приобретала его рублей за 40 и думала, что буду использовать как жидкое мыло. Но когда услышала аромат, то поняла, что нет. Все-таки пусть это будет гель для душа. Если у кого-то, ну, кто-то не знаком с данными конфетками, да, что из себя представляет их аромат. Для меня это смесь сахара, цитрусов, ну, точнее, что-то типа лимончика, да, лимонного сока, да, и клубничного сиропа. Вот такой интересный микс. И поначалу это был восторг. Да, мне все нравилось. Ну, вот под конец стало как-то скучно, поэтому я так низко его опустила в своем рейтинге. Ну, и, конечно, упаковка, да, дешевенькая, простенькая. Поэтому так. Далее гель от Фаберлик, линейка Бьюти Кафе, мятный шоколад. Зеленый такой, кремовый. Ну, я хвалила данный аромат еще, когда у меня было жидкое мыло из этой серии. Мне понравилось, как они скомпоновали, эти две отдушки, да, мята и шоколад. Как-то получилось очень сбалансировано. Например, у Дольче Милк мне данный аромат не очень понравился, потому что они там его пересладили, он получился там в основном шоколад, мята мало. Здесь вот всего достаточно. То есть он вроде бы такой сладкий и гурманский, но в то же время освежающий. Поэтому в целом я очень довольна. Единственное, как бы, да, они его уже с производства, к сожалению, сняли. А так бы, если честно, в дальнейшем я бы его рассматривала к покупке. Итак, гель на почетном пятом месте. Это Ифраше, линейка Маной. Можно его использовать и как шампунь, и как гель для душа. Я же использовала в основном как гель для душа. И данный продукт я, опять же, брала с собой на море. И, знаете, в этот раз, да, роскошный сладкий аромат, цветки тиаре. Но я поймала себя на мысли, что надоел. Вот надоел, я не испытываю от него уже того восторга, что было раньше. Набила скомину. В прошлом году я брала с подобным ароматом средства от Пьер Рико. Было практически то же самое. Такое чувство, что они на одном заводе это все делают. Может быть, так и есть. Вот, ну, все, уже не впечатляет. Поэтому, собственно, я могла бы его даже пониже Фаберлик опустить. Но решила отдать должное, потому что пять лет я его любила. А тут вдруг вот все, надоел. Видимо, переборщила. Поэтому, ну, не знаю, может быть, когда-нибудь вернусь, да. Но не ближайшие года два это точно. Просто нужно уже, наверное, от этого аромата отдохнуть. Следующий гель – это Эко-лаборатория. Точнее, это даже не гель, а нежность кожи. Масло для души. Для души японская сакура. Также содержит масло персика, растительный увлажняющий комплекс. Что касается консистенции, она более жидкая, чем у гелий. Такая желтоватая, мутная. Действительно, чувствуется присутствие большого количества масел. Потому что при контакте с водой образуется эмульсия. И, опять же, вот у масла для душа, у него пена немножко другая. Она более какая-то нежная, более мягкая. И когда смываешь данный продукт, понимаешь, что кожа еще, помимо того, что очищена, она еще немножко напиталась. Что касается аромата, здесь такая смесь цветков, да, вишни в цвету и леденцов, вишневых леденцов, типа Бон Пари. Ну, такой интересный аромат. Он, кстати, из бутылочки достаточно интенсивный, но при контакте с водой, скажем так, расходится и не химозит. Вот у бутылочки он немножко химозит. На почетное третье место ставлю пробник вот такой от Риклиму. Ну, называю пробник, потому что, конечно, для меня это очень маленький объем. Здесь всего 60 миллилитров. И то я, ну, мне обычно, наверное, раза на два бы хватило. Вот так я постаралась растянуть на три. Аромат ванилла Moment. Гурманский такой сливочно-ванильный аромат с приятным раскрытием. Я бы с удовольствием взяла бы полноразмерную версию. Но, к сожалению, вот последнее время цены на Триклимун, на Вайлдберрис. Обычно там я его смотрю. Держатся достаточно высокие. То есть это где-то 550 рублей. Иногда до 500 не опускают. И все. Раньше можно было взять там за 290, за 250, ну, за 300. Да, ну, все-таки 500, я считаю, что это дороговато. Ну, так, конечно, в дальнейшем буду иметь в виду. Второе место. Здесь у меня Палмолев. Роскошь масел. С маслом авокадо и экстрактом ириса. Неоднократно уже обласканный мной гель. Действительно ощущается присутствие хорошего количества масел. Образуется эмульсия при контакте с водой. Как я уже сказала, в случае с маслом для душа от ЭКО-лаборатории. Да. Пена, она другая. Она более мягкая, более нежная. Но когда смываешь, кожа напитанная и никакого дополнительного средства, там, крема, молочка, лосьона, она не требует. И особенно хочется отметить аромат. Вот вы знаете, он какой-то из бутылочки холодный, зеленый, немножко отстраненный. Но при контакте с водой он так красиво, интеллигентно раскрывается, уходит в какую-то сладость. Причем сладость парфюмерную. В общем, для меня гель изысканнейший. Я им очень довольна и в дальнейшем хочу повторить. Ну и первое место. Первое место я отдала лимитке от Космия. Summer Walk с ароматом апельсина и мяты. Вы знаете, девочки, я брала этот гель с собой на юг и поняла, что я прям вот, что называется, в яблочко попала. Он как будто был создан для этого. Здесь такое великолепное сочетание сладости, сочного апельсина и листиков мяты. По-моему, даже небольшой освежающий эффект был такой холодящий. И принимать с ним душ после моря, после солнечных ванн было сплошное удовольствие. Ну вот честно, прям очень жалко, что его уже в продаже не встретишь. Да, я бы с удовольствием его повторила, как тот же лимонный маффин. Нет, вообще изумительный. Изумительный. И, кстати, да, при раскрытии он что-ли интереснее, да, чем нежели как он звучит в бутылочке. Я такого эффекта не ожидала. Я перехожу к жидкому мылу. Прошу с вот такого пакетика. Это Джоанна Боди Натуре. Жидкое мыло, объем 300 мл с ароматом грибфрута. Девочки, мальчики, мыло просто, на мой взгляд, изумительное. Во-первых, оно очень густое. Настолько густое, что его трудно из этого пакетика извлекать, когда переливаешь бутылочку. Ярко-желтого цвета. Одного нажатия дозатора хватает, чтобы хорошо это мыло размылить. Да, опять же, мне кажется, влияет то, что оно обладает такой консистенцией. Аромат. Это самое главное. Он обалденный. Сочный, сладкий, вкусный грибфрут без капли горечи. Причем, когда контактирует с водой, аромат становится более объемным, более душистым. И он остается на руках. При этом можно еще некоторое время им наслаждаться. Замечательно. Я знаю, что есть еще два мыла в этой линейке. По-моему, клубника. Если я ничего не путаю, лайм. Очень хочу попробовать. Тем более, учитывая цену, она в среднем колеблется от 65 до 85 рублей. Я считаю, что это отлично. Я от души советую попробовать. Следующее мыло это Фаберлик Флёр де Прованс. Жидкое мыло для рук, лаванда и эмартель. Вы знаете, я люблю. И лаванду люблю. И бессмертник люблю. Наверное, все-таки по отдельности. Здесь что-то не сошлось для меня. Аромат получился какой-то холодный, где-то горький, где-то аптечный. И в целом я его не поняла. Но я очень удачно поставила его в душевую, чтобы мыть ноги. Вот когда летом мы приходили с прогулок. И вот чтобы мыть ноги, вот это прям то, что доктор прописал. Вот он какой-то такой освежающий, с горчинкой, аптечный. Вот здесь прекрасно подошел. А вот для рук, мне кажется, было бы не то. Сейчас, кстати, мучаю такой гель для душа одноименный. И пока терзают меня сомнения. Может быть, все-таки перелить. Но пока... Перелить жидкое мыло, я имею в виду. Но пока решила оставить. Да, ну мало ли, вдруг у меня мнение изменится. Бывали со мной такие случаи. Следующее мыло это Avon Senses. Чайная коллекция. Дзен, мандарин и жасмин. Замечательное мыло. Опять же, брала с собой на юг. Не зря здесь указана чайная коллекция. Потому что мне здесь кажется в базе именно аромат чая. Ну, скорее всего, зеленого. В который добавили там дольки мандарина и лепестки жасмина. Но в целом, очень классно, освежающе и поднимает настроение. Так, ну еще одно жидкое мыло. Это Malizia. Производство Италия с ароматом органы и ванили. Во-первых, хочу похвалить флакон. Да, он очень симпатичный. В том числе и дозатор. Посмотрите, какой широкий, золотой. Само мыло было по консистенции как ванильный пудинг. Аромат. Теплый такой, изысканный. Во-первых, сладкая ваниль. Причем, знаете, как натуральная ваниль. Стручки ванили. И органовое масло. Ну, я возвращаюсь. Да, не знаю, как пахнет. Натуральное органовое масло. Но есть отдушка дешевая. Есть отдушка такая более премиальная. Вот здесь она была премиальная. В целом, получалась такая парфюмерная. Изысканная, как я уже сказала, композиция. Единственное, за что я могу поругать данное мыло. За то, как оно пенится. Пенится оно плохо. И особенно, когда я приходила с улицы, и мне хотелось так хорошенько руки промыть, то я промывала их дважды. Но аромат, который оставался на руках, он был просто восхитительный. Поэтому не могу не похвалить. Скрабы. Так, начну я с Эйвен Планет СПА. Линейки. Превосходное очищение. Скраб с минералами мертвого моря. Объем 200 мл. Ну, для меня это скорее пилинг, чем скраб. У него гелевая плотная текстура, которая хорошо прилипает к коже. Хорошо насыщена полиэтиленовыми, то бишь искусственными скрабирующими частичками. Есть тут что-то такое черное, какие-то включения. Но я не знаю, что это. Давайте будем на этом останавливаться. Аромат. Аромат, девочки, это отдельная песня. Для меня это смесь свежего морского бриза, глины. Вот есть что-то глиняное, как в глиняных масках. И просоленые морские камешки на солнце. Поэтому, когда я вернулась с юга, для меня было двойное удовольствие использовать данный продукт. Во-первых, он достаточно деликатен и позволял мне на более длительное время сохранить загар. Во-вторых, аромат навевал приятные воспоминания. Также хочу отметить то, что он пенится. И для тех, кому это важно, можно при желании пропустить стадию очищения гелем для душа. В целом, несмотря на то, что я люблю, что называется, погорячее, я оценю данный продукт весьма высоко. Еще один скраб. Это уже Крым. Дом природы, Крымская мануфактура, соляной скраб, кофей с пряностями. Я даже коробочку сохранила. К сожалению, не успела вам показать в момент открытия, то есть в косметичке месяца. Да, это еще прошлогодний завоз. Во-первых, хочу сказать, что попробовала я соляной скраб и пробовала я соль смешанную с сахаром. Так вот, разницы особо не увидела. По текстуре они примерно одинаковые. По скрабирующим свойствам тоже разница, наверное, только в цене. Потому что соль с сахаром, она подороже. Итак, текстура рыхлая, такая мелкой соли. Также здесь присутствует молотое кофейное зерно. И все это хорошенько сдобрено маслами. В том числе и уходовыми, и эфирными. Аромат. Это аромат горького, самого натурального кофе. Не какие-то там кофейные десерты, как это часто бывает. Не латты, ничего подобного. Настоящий горький кофе. И также здесь присутствуют специи. Корица, кардамон, мускатный орех. Причем, вы знаете, из баночки дыхаешь кофе. Ну, специи. Ну, как же он потрясающе раскрывается в душе, при контакте с влажной кожей. Это нечто бомбическое для меня, как вообще для кофеймана. Ну, а про скрабирующие свойства уже неоднократно говорила. Но, повторюсь. Во-первых, кожа ровная такая, гладкая. За счет того, что скрабирование идет достаточно жесткое. И плюс ко всему, когда его смываешь, она нежная, она шелковистая. Потому что здесь еще уходовое действие масел. Поэтому, да, я раньше отмечала, что для меня на первом месте скрабы от Натуры Сиберика. Но, когда я с головой окунулась в скрабы крымских производителей, я поняла, что мое сердце принадлежит им. Я надеюсь, в ближайшее время у меня получится отснять видео о покупках. В том числе и крымских. И я покажу те скрабы, которые привезла в этом году. Далее, еще один продукт крымского производителя. Это уже средство для интимной гигиены. Производитель царства ароматов. Ванила. Защита и комфорт с молочной кислотой. Ну, для начала ложечку дегтя. Вот. Мне не совсем нравится упаковка. Во-первых, когда мы приобретаем и видим наименование ванила. Не сказала я про цену. Где-то в районе 360 мне данный продукт обошелся. Видим наименование ванила. Нам кажется, там будет нечто вкусное такое, гурманское. На самом деле, единственный аромат, который слышишь изначально, это лаванда. Дело в том, что не все любят аромат лаванды. И кому-то это может не понравиться. Конечно, если присмотреться здесь в составе. Состав, кстати, изумительный. Здесь можно увидеть эфирное масло лаванды, эфирное масло мяты, чайного дерева. Но в первую очередь, да, мы опираемся по ощущениям именно на главную этикетку. Второй момент – молочная кислота. Да, можно подумать, что там какая-то кремовая текстура. Опять же, нет. Это гелевая текстура, прозрачная, с желтоватым оттенком. Вот. Это единственное, что я могу сказать негативного. Потому что, ну, во-первых, я лаванду люблю. И для меня это не было разочарованием. Опять же, по мере раскрытия, там в конце где-то можно услышать ваниль. И лаванда здесь такая не жесткая, а более мягкая, закругленная. Хорошо пенится, хорошо промывает. Никакого чувства, там, дискомфорта, стянутости, раздражения. В общем, в этом плане все замечательно. Это я так придралась немножко, чтобы я поменял. Ой-ой-ой, прошу прощения, упала. Продолжаем. И далее средства по уходу за полостью рта. Начну с малышек. Во-первых, вот такая зубная паста с ополаскивателем White Glow. Это был подарок от Юленьки из Ульяновска. Перед поездкой на море, собственно, там и использовали. Такой маленький тюбик. Неплохая зубная паста. Она хорошо пенится. Она хорошо освежает ротовую полость. Она хорошо очищает зубную эмаль. Но есть одно но. У меня после этой зубной пасты облазила вся слизистая. То есть вот я чувствовала, что зубная паста мне сжигает ртовой полость. Еще даже на момент, как я чистила зубы. Обычно у меня такой эффект это поласкиватели. Ну, видимо, так как зубная паста с ополаскивателем, он таким образом на меня подействовал. Поэтому, конечно же, иметь полную тубу мне бы не хотелось. А вот такой малышок мне очень даже понравился. Это Клац Брутал Онли, что значит исключительно для мужчин. Дикий можжевельник. Черная такая полугель, полупаста. Хорошо пенилась, хорошо очищала зубную эмаль. С ярко выраженным вкусом хвойных масел. Которые неплохо освежали ротовую полость. Поэтому я бы с удовольствием в дальнейшем приобрела и полноразмерную версию. Зубная паста, которая меня удивила, это Himalaya Total Care. 8 действий. Здесь я, к сожалению, коробочку выкинула. И по-русски ничего не найду, да, никакой информации. Изначально она внушала мне такие сомнения. Потому что вроде как она на травах. Да, натуральный состав. Видите, какая консистенция. Такая коричневато-серая. Я думала, она будет плохо пениться. Что освежающего эффекта от нее не будет. На самом деле нет. Она и пенилась прекрасно. И зубную... Ой, зубную. Да, и эмаль очищала хорошо. И освежала ротовую полость. Почему? Придраться вообще не к чему. Единственное... Да, граната. Где граната? Я граната не почувствовала. А в целом очень неплохо. Так, ну еще одна зубная паста гомеопатическая. Это Роуз Рио с розовой водой. Которую я приобретала специально, чтобы использовать... Ну, у меня был месяц, по-моему, май. Розовый май. Большинство продуктов с розой. Да, действительно, зубная паста обладает ярко выраженным вкусом болгарской розы. Вот как будто лепестков пожевали. По консистенции это гель. Довольно густой, розового цвета. Но, к сожалению, этот продукт не пошел. И, как видите, он долго очень использовался. Это, получается, да, с мая и, фактически, да, по сентябрь. Дело в том, что... Ну, во-первых, она плохо пенится. Хуже, чем обычные зубные пасты очищают зубную эмаль. Но самое главное, у меня от нее немел язык, немели губы. И, вы знаете, не совсем приятный эффект, даже учитывая, что приятный вкус. Поэтому я обычно ее использовала вечером и не каждый день. А мои близкие вообще не хотели с ней связываться. Ополаскиватели. Первый, который подошел к концу, это Splat Professional White Plus Экспресс Уход для белоснежной улыбки. Снова у меня Splat в ману. В прошлый раз я приобретала бутылочку с ананасом. Да, ананаса там не было. Собственно, здесь тоже самое можно сказать про лимон. Единственное, может быть, если там чуть-чуть, при желании, можно почувствовать капельку лимонного масла. А так, в целом, жидкость легкого желтого оттенка неплохо освежает ртовую полость. На этом, собственно, все. Повторять не хочется. И еще один продукт подобного плана. И снова с лимоном. Это уже Beauty Formula. Заказывала на Makeup Nature Fresh с лимонным маслом. Объем 500 мл. Здесь уже цвет такой, знаете, желто-кислотный. Очень насыщенный. И лимон как раз ощущается прекрасно. Но он совершенно не сладкий. Да, это примерно как лимонные леденцы, из которых полностью убрали сахар. Вот. Освежает, правда, ненадолго. Где-то порядка 10 минут. Далее уже все. Но в целом, все равно оценю выше, нежели чем Splat. И что касалось мыльных таких продуктов, это все. Давайте перейдем к ходу затела. Начну я с вот такой баночки, которую практически полностью утилизирую. Это Ифраше. Бальзам снежный ваниль. Лимитка не помню какого года. Дело в том, что... Ну, дело даже не в сроке. Дело в том, что здесь испортился аромат. Он окислился, стал неприятным. Вообще, когда я открыла баночку, я, может быть, раза три ее использовала. И потом отставила. Дело в том, что мне не подошла консистенция. Она слишком густая, она слишком плотная. Она плохо распределяется, плохо впитывается. И мне приходилось, знаете, как наносишь, а потом это все промокаешь. Полотенце. Я, честно, такое не люблю. Поэтому я раз попользовалась, два, три. А потом отставила. И вот сейчас схватилась за него. И поняла, что все, поезд ушел. Надо выбрасывать. Да, были мысли его приладить куда-нибудь на ножки, под носочки. Но вы знаете, вот эти лишние танцы с бубнами. Нет. Все. Не хочу. Поэтому выбрасываю. Жалко. Да, жалко. Скажет кто-то хапнуло в свое время. Да, хапнуло. Согласна. Произошла такая переоценка в данной категории. Я уже говорила, что у меня кожа просит нанести что-либо увлажняющее только в трех случаях. Это после моря и солнца. Это после приема каких-либо лекарств. Есть такое побочное действие. И если, ну, прямо из рук. Вон плохой гель для души, который у меня случается крайне редко. А так, в целом, честно, я выхожу. Вот у меня желание, ощущение, что нужно что-то увлажняющее нанести. Нет. Я иногда это делаю, ну, просто, скажем так, чтобы церемонию ухода за собой соблюсти. И все. Поэтому, конечно же, я пришла к выводу, что надо данный продукт по максимуму убирать. Буду пересматривать. Там, если получится, что-то по срокам подарить. Подарю. Не получится, ну, значит, буду выбрасывать, плакать и выбрасывать. Ну, куда деваться, да? Длинновато. Ну, я считаю, что плохой урок, он тоже урок и пойдет мне на пользу. Так, следующий продукт, кстати, это тоже и фраше, и тоже лимитка. И, кстати, лимитка более древняя, но она была использована до конца. И при этом никакой деформации аромата не произошло. Вот оно как пахло мандарином и специями, так оно и пахло. Единственное, конечно, да, я опасалась его уже наносить в качестве увлажняющего средства. Использовала его в качестве средства для бритья в душе. Замечательно ушло. Следующий продукт это Фаберлик. Где он тут спрятался? Серия Оранжери Пион и Лилия. Легкая консистенция, которая быстро впитывалась. И, несмотря на то, что я не очень симпатизирую пионом, мне здесь аромат понравился. Какой-то такой деликатный, цветочный, невычурный. И еще один продукт в данной категории. Это чистая линия, фитобальзам для тела, упругость и питание, ирис и 5 эфирных масел. Комплементарное средство к гелю для душа. От чистой линии всегда высыпайся. Мне понравилось. Несмотря на то, что здесь обещают питание, текстура была легко впитывающаяся. Нежная. Аромат. Здесь ярче всего выражен ирис. Ну и какая-то маслянистость присутствует. Аромат успокаивающий, какой-то убаюкивающий. Я любила его на вечер. Мне в целом очень даже понравился. Для проблемных зон у меня была использована вот такая туба от Бесу. Крем-сыворотка для тела, упругость и дитокс. Выравнивает, моделирует, содержит 100% сок ананаса, масло кокоса, лимонграсса, а также кофеин. Ну, во-первых, хочу отметить, что да, текстура отличная, хорошо разносится, хорошо быстро впитывается. Нет чувства там грязности, липкости и так далее. Аромат, ну, просто бомба. Сочный, сладкий ананас с примесью кокоса. Ну, вот по поводу действия у меня есть некоторые сомнения. Во-первых, кожа никоим образом не реагировала. То бишь, там нет ни охлаждающих свойств, ни разогревающих. Ну, и, собственно, эффекта никакого не увидела. Да, ну, для лета считаю, что неплохо. Дезодоранты. Ну, во-первых, Рексона Моушен Сенс. Будь свежие, белые цветы и личи. 48 часов с антиоксидантом. Аромат сочный, яркий, сладкий, насыщенный. И, в основном, конечно, здесь, на мой взгляд, преобладает личи, нежели чем белые цветы. И, мне кажется, такие дезодоранты стоит наносить где-то за час до выхода из дома, чтобы не было каких-либо конфликтных ситуаций в дальнейшем с парфюмом, если вы его используете. Далее, я не знаю, насколько хорошо передаст камера этот звук. В общем, здесь у меня еще внутри приличное количество продукта. Я это чувствую. Не знаю, почему так случилось. Он перестал его выдавать. То есть, вот, все, не идет. Он мне не падал. Ничего такого экстренного с флакончиком не было. Ну, вот, вдруг ни с того ни с сего. Я подумала, ладно, не хотите, как хотите. У меня еще достаточно средств в запасе в этой категории. Поэтому, ну, значит, выбрасываю. Что касается защиты, здесь придраться не к чему. Меня все устраивало. А вот этот дезодорант. Я буду сейчас вас отговаривать, приобретать. Это Эколейтер. Дезодорант нежный уход с органическим экстрактом розы, а также эфирным маслом. Розы, которые я, кстати, так же, как и зубную пасту Роуз Рио приобретала, чтобы использовать вот в этот розовый месяц май. Производитель, кстати, да, у нас эколаборатория. Ну, во-первых, сама упаковка. Видите, в каком она безобразном состоянии. Вот это все отклеивается. Вот это все тут подстесанное. И, ну, производит, если честно, отталкивающее впечатление. Все какое-то липкое. Далее. По мере того, как вы начинаете его использовать, он начинает вытекать внутрь колпачка. Потому что средство очень жидкое. Сейчас вам это покажу. Вот видите, какое безобразие. Я даже не стала его до конца использовать. Так, ну, даже самое главное не это, не эстетическое впечатление. Это то, что продукт совершенно не работает. Вообще не работает. Не важно, что вы делаете. Занимаетесь ли спортом? Или просто интенсивно работаете по дому? Или просто, как я, я его старалась использовать, пока лежала дома с ковидом. И знаете, как это бывает? Температура поднимается до определенной высоты, далее опускается. И в это время происходит потоотделение. Так вот, даже в этом случае дезодорант не работал никоим образом. Просто безобразный продукт. Не тратьте деньги. Поберегите эти 200 рублей, которые он стоит, и купите что-то более полезное. Ну, а розочкой, да. Розочкой он пахнет. Это единственный такой приятный момент. Средства по уходу за ногами. Во-первых, наконец-то я спохватилась и использовала барбадосское СПА. Масло для маникюра и педикюра с витаминным комплексом А и Е. Приобретала в свое время в экспрессе капсулы, которые и по форме, и по содержанию напоминают А и вид. Где-то примерно по 5 капсул. Я добавляла на ванночку, что, собственно, для педикюра, что для маникюра. Только в случае с педикюром я добавляла что-нибудь еще. Там какой-нибудь соль или раствор. Капсулы размягчались, и выходили такие маслянистые капли витамина А и Е. Далее это все, конечно, желательно было размешать, иначе никакого действия можно не отметить. Поэтому, ну, вот как-то оставалось там 10 капсул. Хорошо я про этот флакончик вспомнила и доиспользовала. Так, конечно, повторять желания особо нет. Средство для ножных ванн я закончила от Foodworks Avon. Это была новогодняя лимитка с тростником с сахаром. Сладкая ваниль – расслабляющее средство. Вспенивающая такая немножко воду-жидкость. И из всех лимиток, новогодних, которые я пробовала от Foodworks, я считаю, что это самая лучшая отдушка. Мне она напоминает ванильный Дониссимо. Причем, по-моему, это даже у меня второй флакончик. Настолько он мне понравился. Ну, ножки неплохо подготавливает к дальнейшему. Дальнейшие обработки там пемзой, пилкой, скрабом, не важно. То бишь, размягчает. Крем подошел к концу от Николи Лаборатории. Доктор Фуд. Интенсивный крем-бальзам для пяточек от сухости и трещинок. Содержит витамины Е и С, которые активируют восстановление кожи. Также масло шиепантенол устраняет сухость и шелушение и смягчает и увлажняет у нас алантаин и масло макадамия. Легкий по текстуре крем. Что касается аромата, то он здесь ближе к нейтральному, к какому-то травянистому. Ментола я здесь не почувствовала. Если ножки не проблемные, они испытывают, ну, разве что легкую сухость, тогда, да, этот крем будет неплохим ежедневным помощником. Тем более, его можно наносить не только там под носочки, на ночь, ну и, собственно, просто после душа. Но если есть реальная проблема, такая трещинка хорошая, то данный крем вам никоим образом не поможет. Приобретала я его на сайте аптеку.ру. Так как я приехала просто с убитыми ногами, с моря, да, с таким стоптанным пятком, мне, конечно, хотелось использовать отшелушивающую маску. Я выбрала рецепты Молли, отшелушивающую маску с экстрактом розы. Я, к сожалению, не сохранила носочки. Во-первых, хочется сказать, что они все-таки подойдут больше на размер до 39-го. Мне кажется, с 40-м будет уже проблематично, потому что они на 39-м сидят как влитые, и причем нельзя вообще практически двигаться, иначе они начинают расходиться по швам, особенно, что касается сверху. Эссенция, которые пропитаны носочки, обладает ярко выраженным ароматом розы. Опять же, это приятно во время использования. Держала порядка 90 минут. За это время ножки так охладились хорошенько. Такое часто бывает после подобных масочек. И пришлось их некоторое время соглашать. Что меня удивило при использовании данной маски, то, что обычно, когда используешь продукт подобного плана, когда смываешь эссенцию, то ноги тут же просто заходятся в этом ощущении сухости, они требуют наносить что-нибудь увлажняющее, либо же питательное, и это можно делать каждые 5 минут. Когда я использовала данную маску и смыла, то до момента шелушения, вот когда началось первое шелушение, это было через 5 дней, у меня ножки совершенно не испытывали чувства сухости. Я наносила крем, как бы по привычке, но вот такого стягивающего эффекта не было. Как я уже сказала, шелушение на 5 день, оно начинается сверху, с верхней части стопы. Что мне не понравилось, вот ощущение, что маска прошлась буквально по верхам. Она не затронула глубокие слои ороговевших клеток, как я уже сказала, ноги у меня после моря были убиты, и поэтому в целом я немножко разочарована. Действия мне хотелось бы, да, посильнее. Ну и что касается ухода за руками, то здесь я использовала крем от Иф Роше, крем из сумочки, с лотосом и шалфеем, 30 мл. Я люблю эту текстуру, которую удобно использовать на ходу. Что касается аромата, он с одной стороны зеленый за счет шалфея, с другой стороны такой водянисто-цветочный за счет лотоса, и получилось нечто такое, ну, можно сказать, невзрачное, но в каком-то плане это хорошо, особенно если ты пользуешься яркой парфюмерией и на лето просто замечательно как-то аромат ничем не обременяет. Перехожу к уходу за лицом. Итак, очищение. Закончила вот такую небольшую мицеллярную водичку от Скифи, это у нас производитель Крым, подходит для жирной кожи, не содержит спирта и отдушек, представляла собой мутную такую желтенькую жидкость и внизу была взвесь, которую необходимо было взбалтывать перед тем, как средства использовать, доводить до однородной консистенции. Я думала, что же это такое, да, обычно, что там бывает тальк, глина, там что еще, сальциловая кислота. Здесь в составе гидрала души, цемицеллярный комплекс, минералы с цинком и серой, вот как раз, мне кажется, они выпадали в осадок, мне так кажется. Также экстракты овса, алтея, лаванды, чайного дерева, зеленого кофе, ну и плюс консерванты. Когда я увидела консистенцию, я подумала, ну все, наверное, она будет выедать мне глаза, на самом деле нет. Я очень удивилась, потому что отнеслась к векам очень деликатно, глазки не щипала, неплохо снимала тушь, ну, не водостойкую, конечно, ну, например, Evelyn Cosmetics. Что мне еще понравилось, когда снимаешь макияж с лица, то остается чувство свежести, чистоты, подсушивает какие-либо там высыпания, воспаления, и нет желания сразу прям бежать и умываться. Какое-то время еще можно с этим продуктом походить, и опять же, он обладает полезными свойствами, это можно видеть по составу. Так что, в целом, продукт за нее весьма положительный. Единственное, да, еще отмечу из негатива, это срок годности. Он здесь очень короткий, всего 9 месяцев, и это тот продукт, который нужно приобретать и тут же использовать, не держать где-либо. Ну, Алки, начну с той, что понравилось наименее всего, хотя она в этом совершенно не виновата. Это Гриньер Skin Naturals основной уход очищающий крем-гель с розовой водой подходит для схода чувствительной кожи. Да, все дело в том, не ровное, склонное к жирности. По поводу консистенции, да, покупка была исключительно любопытства ради. Представляет собой очищающий именно крем, да, что касается аромата розы, он здесь очень слабо выражен, прям вот еле-еле, да, что тоже, на мой взгляд, минус. Ставила его в душевую кабину и зачастую приходилось, после того, как я из души выходила, умываться заново, потому что чувства очищения мне не хватало. Такая же практическая история, может быть, немножко поинтересней, это средство от комплимент розовый щербет. Гель для умывания подходит также для чувствительной и склонной к сухости кожи. Изначально, да, оно у меня стояло не в душе, я его использовала в качестве средства для утреннего умывания. Здесь уже средство представляло собой очень густой такой плотный гель, в котором, кстати, еще прослеживаются кислородные пузырьки. Обладает ярко выраженным ароматом розы, хорошо пенилась, и поэтому было весьма экономным, плюс, учитывая плотную консистенцию, но в какой-то момент просто надоело. Надоело, и как у меня закончился продукт от Гранье, я перевела в средство для душа. В целом, неплохо, мне кажется, особенно для молодой кожи, для утреннего очищения вполне можно данный продукт рассматривать. Следующее средство для умывания, это снова у меня крымский производитель, Дом природы, линейка Медформула, натуральный гель для умывания с грязью Сакского озера, содержит экстракт листьев айвы, подходит для жирной кожи. Объем продукта 150 мл, представляет собой легкий желтый мутноватый гель, по аромату, ну это что-то такое органическое, травянистое, пенится плохо, но это нормально для натурпродукта. Единственное, что меня смутило и не понравилось, вот начинаешь смывать и не покидает ощущение мыльной пленки на лице. И вот ты смываешь, 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 смываешь. В общем, поэтому немножко разочаровалась и в этот раз, когда мы ездили в Крым, я не привезла с собой по-моему, ни одной умывалки. Пенка. от Shine 3 закончилась с лимоном. Перламутровый такой плотный крем, хватает небольшой капельки, чтобы хорошенько распенить лицо после этого. Чистое, свежее, прямо до скрипа, как я люблю, особенно на вечер. Единственное, что не понравилось, это отдушка лимона. Здесь он прям какой-то химозный типа фэри. Поэтому, наверное, буду пробовать другие. Еще одна умывалка, которую мне хочется похвалить и порекомендовать, особенно обладательницам комбинированной и склонной к жирности кожи, в том числе на летний период и очень удобно брать с собой как тревел-версию, в частности, поездки к морю. Я говорю про Love Beauty and Planet, чайное дерево и ветивер. Во-первых, удобный флакончик, маленький объем, 115 мл. носик открывается, закрывается, то есть не обязательно продукт использовать до конца. Густой гель. Что касается аромата, здесь трудно сказать, что преобладает то ли ветивер, то ли чайное дерево, но мне понравилось. Получился такой микс, напоминающий чем-то мужскую парфюмерию, но при этом аромат не ядерный, такой ненавязчивый. Но самое главное не это, самое главное это действие. Во-первых, он хорошо очищает кожу. Не до скрипа, как это делает Шантри, но все равно неплохо. Во-вторых, средство подсушивает какие-либо высыпания, воспаления, которые, что греха таить, но жирной кожей в летний период случаются, потому что она достаточно быстро грязнится. Но самый приятный бонус, то, что продукт обладает, во-первых, успокаивающим действием, во-вторых, охлаждающим. И вот, когда приходишь с пляжа, да, после излишних солнечных ванн, кожа напряженная, раздраженная, использовать полное удовольствие, потому что она успокаивается, она охлаждается. Вот мы с сыном прям наслаждались, да, использовали с ним напополам, в Анапе, ну и там чуть-чуть у меня оставалось, я доиспользовала в Крыму, так что средство классное, рекомендую. Термальная водичка, Урьяш, которую мы использовали в дороге, здесь 50 миллилитров, это у меня снова подарок какая-то Юленька из Ульяновска, Юля, огромное спасибо, особенно она нас выручила по пути домой, да, как ни странно, потому что туда погода нас, что называется, баловала, а обратно было, ну, очень жарко, и трудно, и засыпали, и нужно было держать себя в тонусе, в этом плане она тоже помогала, замечательная водичка, еще раз огромное спасибо. Тоник, Тоник подошел к концу, Крымская роза, на основе гидролата, ну, соответственно, роза. Небольшой объем, опять же, экономный расход, видимо, за счет вот этого пом, за счет помпы-дозатора, опять же, удобно брать с собой, да, куда-то в поездку, хороший тоник, в том плане, что он не мылится, не оставляет чувство липкости, очень удобный, и хорошо подготавливает кожу к нанесению, там, либо же эссенции, либо же крема, кому будет угодно. Ну, аромат розы, ярко выраженный. Чистая линия, идеальная кожа, лосьон от прыщей, черных точек, Voice Only, который я приобретала для своего сына. Интересное такое средство, пахнет ромашкой и с авиациловой кислотой, на мой взгляд, весьма приятно. Все бы хорошо, да, но желательно использовать-то каждый день, да, а не раз в неделю, когда мама напомнит. Поэтому, конечно, и помогала не очень. Еще один продукт, который я решила утилизировать, хотя я его практически не использовала, это корейский секрет витаминная эмульсия для лица от Avon, да, в коллаборации с корейским производителем. Знаете, я люблю определенность, то есть, используйте как сыворотку, я буду использовать как сыворотку, использую там как маску, я буду использовать как маску, а так, оно получается такое многогранное, и там и Швеция, и Жнец, и на Дуде, и Грецком, так говорится, да, и получается, ни то, ни сё. Вот, и в конечном итоге, я так использовала, всяк использовала, потом отставила, потом увидела, что срок годности горит, да, 9 ноября, это у нас уже через 2 дня средство загорит, я поняла, что я не хочу совершенно его использовать, поэтому выбрасываю, не вижу смысла держать. Хотела я уже переходить к маскам, но, как казалось, у меня затерялся вот такой небольшой пробник, это крем для кожи век, лаборатория Филарга, или Филорга, я не знаю, как правильно, потому что даже консультанты Вальдеботе, они теряются, и то так, и то так ставят ударение. Здесь 4 мл, и где-то в конце мая, наверное, или в середине мая, или в начале июня, я приобретала целую косметичку с пробниками данной фирмы, взяла ее с собой на юг, в Анапу, когда мы ездили фактически на месяц, там я поиграла с одним другим средством, и потом все-таки решила целенаправленно использовать одно, я сейчас говорю про Optum Eyes, мне оно понравилось тем, что оно универсальное, то есть там есть крем чисто дневной, и чисто ночной, этот можно использовать и как утренний уход, и как вечерний. Я посчитала, мне вот этого тюбика хватило на целых 3 недели, если честно, в шоке, я, конечно, использовала экономно, рачительно, потому что понимала, что продукт дорогой, но все равно в достаточном количестве. Он очень легко разносится, он имеет приятную отдушку, мне кажется, чувствуется что-то цитрусовое, и за 3 недели данный продукт полностью восстановил мне эту зону, потому что, когда я уезжала, у меня веки были повреждены использованием крема от Avon, линейка New, там просто он мне выжигал глаза, у меня появилась морщинка, в общем, ужас был. Да, и за 3 недели у меня все пришло в норму, я в таком восторге, и, конечно же, будет возможность приобрести полноразмерную версию, я приобрету. А так, вообще, девчонки, я посчитала, даже пробники брать, это весьма выгодно, да, потому что хватает, как видите, на довольно длительное время. И вообще, как бы после использования я поняла, что не хочу пользоваться более бюджетной сферой в этом плане, хочу закончить все то, что есть, и далее уже переходить на нечто более действенное. Ну, а теперь я перехожу к маскам, давайте начну с баночек, и это будет Organic Kitchen перезагрузка, маска обновления с органическим маслом шиповника и органическим атласским кедром, кремовая текстура, зеленоватого оттенка, такой сладко-свежий аромат, когда наносишь, есть небольшое раздражающее действие, которое присуще увлажняющим маскам, когда смываешь, ну, немножко выровняло тон, и немножко увлажнило. Правда, эффект держится недолго, там, порядка, ну, максимум часа. В целом, маска мне не очень понравилась, я к ней не прониклась и повторять не хочу. А вот следующая маска, вот, я бы ее взяла повторно с удовольствием, но чуть позже. Это чистая линия, к сожалению, не сохранила коробочку, на ней вся информация. Это маска, которая идет с глиной и, по-моему, маслом ели. Вроде так она называется. Спасибо большое девочкам, кто написал мне, что ее хорошо использовать в душе. Я, собственно, так и делала. Заходила в душе, распаривала кожу лица некоторое время, потом выходила, наносила эту маску. Она текучая, жиденькая, но при этом ложится очень плотным, ровным слоем, прям пальцы кунаешь, наносишь и вообще без проплешек. Далее снова захожу в душе, делаю какие-то косметические процедуры, и, несмотря на то, что у меня там шумит вода и периодически капли отлетают на лицо, маска настолько плотно сидит, что практически никуда не убегает. Она, конечно же, имеет такой ярко выраженный аромат, хвойный, где-то даже смоленистый, возможно, там людей, которые не приемлят ярких, агрессивных ароматов, те же астматики, да, и им эта маска, на мой взгляд, не подойдет. Но я люблю хвойные ароматы, там и пихту, и можжевельник, и ель, вообще они несут в себе дезинфицирующий эффект, их часто рекомендуют, эти масла в качестве профилактики, да, ОРВИ, ОРЗ и так далее, при респираторных инфекциях, если они уже есть, там кашель, насморк и так далее. Вот поэтому, да, я повторюсь, хвойные ароматы очень люблю. Маску я держала порядка где-то 15-20 минут, далее смывала кожу в тонусе, ровный такой светлый тон, при этом на щечках здоровый румянец, кожа очищена, если были какие-то воспаления, они подсушены, в общем, супер, очень довольная, повторила бы прямо сейчас, но у меня большое количество масок в этом плане сейчас в запасе, мне их нужно убирать, использовать быстрее, поэтому, конечно, я потерплю. Так вообще рекомендую. Ну, а следующую маску буду ругать, да, отговаривать от покупки, этакий кот в мешке для меня оказался, крымская роза, маска для нормальной жирной кожи с эффектом антиэйдж, шоколадница. Она была вот здесь закрыта наклейкой, внутри была туба, маска, разочарование, наверное, практически во всех смыслах, во-первых, ее консистенция, ее консистенция, ее запах для меня это напоминание такой детской неожиданности, сейчас я вам попробую это доказать. В составе маски, я думаю, уже видно, ой, значатся глина и энное количество масел, посмотрите, она неоднородная, неравномерная, то есть, вот эта глина, она как бы сама по себе, масла сами по себе, поэтому разносить ее очень трудно, она отваливается, она не ложится равномерно, или я уже повторяюсь, поэтому, когда ее наносишь на лицо, да, нужно это делать такими похлопывающими движениями, если вот так вот, вот так делать, да, то это все быстренько отлетит. Далее, аромат. Аромат, когда мы видим название шоколадницы, о чем мы думаем, мы, конечно, думаем про шоколад, вкусный шоколад, но на самом деле пахнет эта маска маслом какао, если кто не знает, то масло какао пахнет несколько иначе, чем плитка шоколада, если вы не знаете, как пахнет масло какао, то можно понюхать детские ректальные свечи, да, потому что свечи изготавливаются как раз из масла какао и снова мы возвращаемся к детской неожиданности. Я прошу прощения за такие сравнения, но даже цвет, даже цвет, мне напомнил времена, когда мои дети ходили в памперсах. Вот, что касается действия, маска, хоть и содержит глину, она практически не застывает, когда смываешь, есть, ну, небольшой такой антиэйдж эффект, то бишь лифтинг и увлажняющий эффект. Собственно, на этом все. Но вот эта вся прелюдия, она вот этого эффекта не стоит. Есть маски гораздо более действенные, но как-то их поприятнее использовать. Прошу прощения, если у кого-то, да, я вызвала отторжение, да, вот этим своим рассказом. Представляете, каково было мне ее доиспользовать. Так, ну, я перехожу к маскам, которые идут в сошедках и тканевым, но прежде мне нужно это все безобразие с руки смыть. Начну я с маски от Skinlight, маски-пленки, состоящие из двух саше. Здесь была зеленая маска с, то бишь, зелеными водорослями для Т-зоны и с красными водорослями для Y-зоны. Я не хочу разбирать действия, скажу лишь то, что я не люблю маски-пленки от Skinlight. Вот тканевые уважаю, пленки нет. Потому что, во-первых, вот этот гель, который впоследствии должен застыть, он очень густой, его тяжело распределять. Ну, хорошо, кое-как распределили. Не дай бог, хоть капелька попадет, ну, например, на брови, либо же по линии роста волос, да, не дай бог, там вот где-то на этот пушок, как вот здесь у девушки. Либо же, знаете, иногда бывает на щеках такой мелкий белый пушок. Все это будет потом отрываться просто со слезами и болью. Депиляция лица полная. Вот, поэтому не люблю, не хочу, более повторять не буду. Следующая маска это уже Кафе Мими с томатом и шпинатом. 10 мл здесь был объем. Маска кремовая, розового цвета, в плане аромата никакого намека там на томаты и шпинат нет. Такой приятный, цветочный мне показался аромат. Маска не застывает, она так и лежит как крем. Когда смываешь, небольшой увлажняющий эффект и слегка выравнивает тон. Собственно, на этом все. Далее две маски, которые я приобретала в Крыму, там же использовала и они привели меня в полнейший восторг. Я говорю про живые маски от царства ароматов. Ну, давайте начнем с маски для нормальной жирной кожи, с пастой семи трав экстрактом цветков, ромашки и эфирными маслами. Она действительно чем-то напоминает пасту. Вот такое ощущение, что измельчили растения, прям мелко-мелко, и смешали с кремовой основой. Далее, аромат, он очень насыщенный, здесь чувствуются различные травы, цветы. Если посмотреть на состав, то здесь чего только нет. И чабрец, и чистотел, и мята, и лавр, и ромашка, в общем, все это, опять же, отражается на аромате. Да, кстати, еще и хиноцея. Когда маску наносишь, есть небольшой такой эффект жжения, но сильного дискомфорта он не приносит. Когда маску смываешь, столько эффектов сразу, во-первых, и ровный тон, так кожа осветляется, во-вторых, подсушивает какие-либо воспаления. Кожа мягкая, эластичная, опять же, она в тонусе, и еще небольшой лифтинг-эффект. Я так удивилась, потому что столько всего здесь заявлено, давайте даже прочитаем, снижает потерю влаги, способствует выработке эластина, коллагена, восстанавливает тонус, разглаживает морщины, снимает воспаление, отечность, регулирует работу сальных желез, сужает поры. Столько всего, и я действительно все эти эффекты заметила. Учитывая, что мне вот эта сашетка обошлась, по-моему, рублей 25, я считаю, что это вообще супер. Также эти маски, царство ароматов, а именно живые маски, они представлены в тубах, и это, наверное, даже более выгодно, но, как я уже говорила, у меня много масок в тубах, которые нужно заканчивать, поэтому я не решилась приобрести целую тубу. Я набрала несколько таких сашеток. Вторая маска, это уже для комбинированной кожи с пастой яблок, экстрактом ростков ячменя и эфирными маслами. По консистенции они с предыдущей очень похожи, но разные ароматы. Здесь действительно чувствуются зеленые яблочки. Ну и по действию мне также маска понравилась и действительно и ровный тон, и лифтинг эффект, и кожа в тонусе. Здесь у нас заявлено снижение отечности, улучшает эластичность, регулирует работу сальных желез, ну практически то же самое, мягко отбеливает, да, отбеливающий эффект тоже был, сужает поры, убирает воспаление, раздражение смягчает, питает, разглаживает мелкие морщинки, ну супер. Прям от души советую хотя бы попробовать вот в таких сошетках, потому что это очень доступно. Следующая маска, которая мне попадается, это альгинатная. Да, и снова здесь прям полный фурор. Альгинатная черная маска с экстрактом алоэ глубоко очищает, способствует сужению пор, освежает, увлажняет обезвоженную кожу, успокаивает раздраженную и воспаленную кожу лица. Обладает детокс-эффектом. Это лучшая маска из всех, что я пробовала в этом плане. Я имею ввиду альгинатные. Во-первых, она смешалась, вот прям как по инструкции. Не комочка, идеальная, ровная, гладкая. Также хорошо легла. Что касается объема, здесь опять же все ровненько. Сколько здесь? 23 грамма. 23 грамма. В общем, мне не нужно было там что-то уменьшать, как я это иногда делала, там делила пополам. Нет, мне вот ровно все хватило, ничего не пришлось выбрасывать. Под маску я наносила эссенцию от Беленды, которая обладает осветляющим действием. И они в совокупности так хорошо подействовали. Да, опять же, маска, я не сказала, мне первый раз снялась одним пластом, что тоже меня удивило. В целом, вместе они так хорошо подействовали, кожа была увлажненная, осветленная, были какие-то точки там пост-акне, это все практически сошло на нет. Так что прям вот там я наконец-то прониклась к альгинатной маске. Удивительное дело. Ну, а далее серия масок, которые в основном несут одну и ту же функцию, увлажняющая, ровный тон, за исключением небольших нюансов. Начну с той, которая выделяется из всей этой плеяды. Я говорю про опью маска с белой глиной. Что касается эссенции, она представляет собой такую плотную взвесь глины. Сама маска состоит из двух частей, каждая из них была обернута с двух сторон подложкой. Ткань плотная, крупнопористая, не тянется, но это и понятно, потому что эссенция, чтобы взять на себя такую эссенцию, нужна именно плотная ткань. Она довольно быстро высыхает на лице, держишь ее буквально где-то 15 минут, очень хорошо очищает, подсушивает воспаление и матирует, матирующего эффекта мне хватило на целый день. Я осталась этой маской очень довольна. Ну а далее серия таких увлажняющих масок похоже они очень подействуют. Давайте начнем с этой пары. Это Куэрт. Одна из них с зеленым виноградом, другая с бананом. Они несут разные функции, по идее. Вот это должна успокаивать, а это увлажнять. Эссенция гелевая, прозрачная, ее достаточно много. По аромату здесь приятный мускатный, здесь практически никакой. Вот банана я не почувствовала, или он какой-то недозрелый. Что касается маски, здесь, конечно, разочарование, потому что ткань дешевая, она быстро растягивается, лекала просто безобразная, потому что прорези большие, какие-то гультяпистые. Не могу даже развернуть. Вот, ну видно, насколько большие прорези. Что касается действия, да, оно вроде бы разное, но на самом деле и та и другая маска неплохо увлажнила и выровняла тон. Правда, ненадолго на этом как бы и все. Следующая маска это Ля Буте с лавандой, которая несет успокаивающее действие. Я ее использовала на юге. Мне все понравилось. Единственное, может, к ткани придерусь. Она такая, знаете, какая-то бумажная, тоненькая очень. Я все-таки люблю чуть плотнее. Но тем, кто любит тоненькие, я думаю, должно понравиться. Что касается аромата лаванды, нет. Да, если он есть, то совсем слегка я его практически не почувствовала. Мне, как любителю лаванды это было обидно. Далее маска Просириас. Это тканевая арома маска пляж с экстрактом морского винограда, который я приобретала в Литуаль. Ну, по действию здесь все стабильно. Это увлажняющий эффект, это выравнивающий тон эффект. Что касается самой маски, то здесь действительно такой насыщенный аромат. Я так поняла, что фруктовый. Ну, на маску давайте вскинуем. Сохранила. Неплохая такая ткань. И, собственно, неплохое лекало. Очень даже неплохое, вам хочу сказать. Учитывая, что мне эта маска обошлась какие-то копейки, рублей 40, я считаю, что вообще отлично. Следующая маска это Гринье скин актив гидробомб с виноградом. Ну, для меня заменой маски зеленым чаем она не станет. Нет претензий к ткани, к лекалу, здесь все замечательно. Но в плане действия, вот как-то после этой маски у меня кожа уж больно быстро начала поблескивать. То есть спонтирующего эффекта ноль и что еще? Она сама по себе как-то липковата. Поэтому разово использовала, да, может быть, как-нибудь еще повторю в памяти освежить, но отдавать предпочтение от Гринье я буду именно зеленым чаем вот из этой линейки. Следующая маска, которую хочется отметить, была очень хороша в условиях юга, это маска с жемчугом. Ну, вот честно, я, по-моему, обрезала ее наименование. Искала, искала и так и не нашла. В общем, сожалею, но маска реально мне понравилась, потому что она была хороша и в плане лекала, и в плане ткани. Что касается действия, успокоила мне кожу после солнечных ванн, также выровняла тон и увлажнила. следующую маску. я беру уже, по-моему, не первый раз. Это 100 рецептов красоты, суперфуд, манго, витаминная бомба. Во-первых, хочется отметить удачную и ткань, и лекала. Потом аромат эссенции, яркий, вкусный, сочный, насыщенный, тропический, фруктовый аромат. Поэтому удовольствие при применении обеспечено. Ну, а что касается действия, она немножко напитала, немножко увлажнила и слегка выровняла тон. Маска, на мой взгляд, весьма удачная. Следующая маска, которая также обладает очень хорошими увлажняющими действиями, это Farmstay с зеленым чаем. Опять же, хорошая ткань, да, прям такая добротная, неплохое лекало, может быть, чуть мелковатый, да, прорези для глаз. Ну, не буду придираться, потому что в целом мне понравилось. Аромат эссенции ярко выраженный зеленого чая. Ну, и хороший увлажняющий эффект, как я уже сказала, и ровный тон. Следующая маска, и, правда, к сожалению, не сохранила, поэтому придется поверить мне на слово, это Juicy Ké Mix Detox экстракт винограда от Faberlic. Все было весьма неплохо и в плане лекала, и в плане самой ткани. Что касается аромата, виноградом она практически не пахнет, разве что недозрелым. По действию увлажнила, выровняла тон и немножко заматировала. Маска от Мерине Медл, это маска с розой. Здесь эссенция была гелевая, густая, ее было оптимальное количество. Аромат ярко выраженной розы. Что касается ткани или кала, давайте вам покажу. Ну, неплохо. Неплохо, тем более, что маска весьма бюджетная, приобретала ее в фикс-прайсе. Нормально. Когда маску наносишь на лицо, есть небольшой эффект такого жжения, это часто случается, как я уже говорила, с масками, которые обладают увлажняющими свойствами. И по факту, опять же, хороший тон и увлажнение. Ну и в заключении я хочу рассказать про маску АХЦ Фитокомплекс. Были у меня большие надежды на нее, потому что она обладает омолаживающим действием. Здесь она очень, скажем так, подробно расписана. Так вот, эссенция гелевая, густая, ее оптимальное количество, как я люблю. Обладает ярким, приятным ароматом, я бы даже назвала его парфюмерным, он такой прям многогранный, интересный. Что касается маски, ткань здесь плотная, я бы даже сказала, грубая, но чувствуется, что дорогая, и учитывая, что эссенция гелевая, густая, сидит, она на лице хорошо не отваливается. Что касается лекала, то прорези, конечно, на мой взгляд, немножко мелковаты, ну, по крайней мере, для моего лица. Что же касается действия. Немножко подтянула, совсем чуть-чуть, то бишь, лифтинг небольшой, увлажнила и выровняла тон. Правда, ненадолго, но самое основное, я имею в виду антиэйдж эффект, да, то здесь он, на мой взгляд, выражен слабо. Я буквально недавно в этом месте использовала маску с лифтинг эффектом от фитокосметик, линейка, вот эта бьюти визаж, по-моему, называется, да, то есть, совсем недорогая, там, по-моему, порядка 39 рублей, она стоит 40, так вот, там эффект гораздо более ярко выражен, вот эта маска, она, по-моему, так, по-моему, изначальная цена была рублей 180, вот, поэтому, нет, в целом, я разочарована. Так, ну, остаются нам мелочи, во-первых, жидкость для снятия лака от Бельведер с маслом сладкого апельсина, действительно, чувствуется, что она немножко мысленистая, лак снимает неплохо, но, может быть, глиттерный, да, там будет, ну, постараться, придется, чтобы его снять, а так, когда лак снимаешь, видишь вот этот эффект, ногтевая пластина, она чуть напитанная, такая увлажненная, то же самое касается кутикулы, поэтому ухаживающий эффект просто замечательный, не стоит надеяться, что жидкость будет пахнуть сладким апельсином, нет, пахнет она растворителем, может быть, чуть-чуть апельсин ощущается с кончиков пальцев, уже по факту, когда вы лак снимете, но в целом мне она понравилась, я бы ее в дальнейшем повторила, далее база, пинкап, бьюти, инстат хат, данное средство я использовала для укрепления ногтевой пластины, под лак, быстро высыхала, да, бесцветная на ногтях, мне кажется, что все-таки небольшой укрепляющий эффект есть, но безусловно, ноготки надо беречь, да, не так, как я порой раз заправляю постель неаккуратно, засунула руку между кроватью и матрасом, все, ноготь у меня наизнанку, тут, мне кажется, никакое средство не поможет, или же, например, поспешила, не одела перчатку и засунула руку в раствор, где добавлена белизна, то бишь хлор, да, это опять же разрушающее действует на ногти, и в таком случае тут опять же пинкап не помощник, но в целом, повторюсь, средство неплохой эффект заметен, и еще я выбрасываю один лак, это у меня Иф Роше, оттенок перламутровая камелия 103, мне он, если честно, не очень нравился, хотя использовала фактически до конца, потому что вот этот перламутровый розовый у меня отождествляется с лаками 90-х, да, чаще всего почему-то продавались, использовались как раз розовые перламутровые лаки, да, ну и три аромата, три пробника, которые мне опять же в подарок присылала Юленькая Зульяновская, во-первых, мазки на той бой, использовал мой сын, это уже второй пробник, да, первый у нас по-моему был из журнала, повторюсь, он нам понравился, это действительно такой больше юношеский аромат для молодых мужчин, и я в дальнейшем имею его в виду для покупки, просто пока у меня у сына есть чем пользоваться, поэтому я не тороплюсь, ну и два аромата, покажу вам их вместе, не хочется там выделять, что-то разбирать на ноты, может быть слишком маленькое количество, я не успела, скажем так, проникнуться, но я говорю про Монгерлен версии Intense и и Resistable от Givenchy, они разные, пирамидки у них сто процентов разные, но в целом впечатление одно, добротно сделанные, но вот в духе последнего десятилетия, начиная с 2010 года, какого-то стержня я не увидела, что-то такого, чтобы выделяло их из толпы, что один, что другой, если бы мне подарили этот аромат или этот, я бы, конечно, с удовольствием использовала, потому что чувствуется, что они действительно люксовые, не какая-то ерунда, но позыва записать хотя бы свою книжку, где у меня хотелки парфюмерные, у меня не возникло, не в отношении Живанши, не в отношении Герлен, вот как-то так, к сожалению. Ох, это было нелегко, я прошу прощения, если я вдруг тут особенно под конец заикалась, запиналась, может быть, что-то где-то не то говорила, оговаривалась, иногда со мной такое случается, давно не снимала пустышки, это получается уже больше двух месяцев, отвыкла, да, но будем надеяться, что все придет на круги своя, опять же, баночек, мне кажется, было в этот раз как-то много, поэтому у меня язык уже еле-еле, и, собственно, голова тоже начинает подтормаживать, вот, огромное спасибо всем-всем, кто досидел до конца, я надеюсь, мы с вами в ближайшее время увидимся в покупках, да, всем пока, до новых видео!